Так, вот мы приехали к деревове вчера вечером, вернее в обед, покатались, потом легли спать, отдыхать, от утром проснулись, чудесное утро, солнышко светит, небо чистое, все прекрасно, тепло, наш домик, так, и наш спаль, дальше не отдаляй, надо дойти чуть подальше, вот так, все нормально, Детя Боба сейчас спит, наверное, может завтракать, мы уже позавтракали, так, сейчас пойдем посмотрим, что там внутри домика, бардак оставили, спать было очень хорошо, даже не воспользовались печкой не надо, хотя приготовили все, позавтракали, здесь отцовская комната, спальня, а здесь я, душ, душ с туалетом, все пока очень хорошо, очень нравится, прекрасный вид из окна, отец уже с самого утра бегает с аппаратом за рябчиками, фотографирует рябчиков, здесь другой вид из окна, прям влево, ну ладно, потом еще что-нибудь снимем, снимает, Егор Иваныч в Канаде, на сибирском кемпе, медведей кормили только что, вернулись, из ружья стреляли, вот на этом красном квадроцикле ездили, ну солнышко зато садится, красивый закат был, а эту карточку тебе попробовать, пойдем, пойдем. Такое прекрасное чудесное утро, тишина, покой, прекрасная погода, сейчас пойдем, я вам покажу, где ебово на шутинг ренч, где мы пристрелили на лужье, он там, где ебово находится шутинг ренч, сейчас мы подойдем поближе и посмотрим. А здесь вот такое. Загремоно бульдозером насыпано, для того чтобы ловить пули, настреляем его вон оттуда, примерно расстояние метров на 70-60, он для пристрела пойдет. Первый день на охоте, ждем медведь, пока никого нет. Так, мы опять на охоте, день второй, на том же самом месте, посетим до обеда, посмотрим. что получится, если нет, то пойдем на другое место, вам моя прикормка. Медведя пока нету. Так, второй день, сидим на новом месте, сидим на дереве, высоко. Медведя 4,5 метра, 4, наверное, скорее всего, вон бочка. Сложно прийти вот снизу от озера, вон там дальше озеро, там дальше озеро. Вот так лучше, да? Вот так лучше, да? Мы сидим и ждем. Вид хороший, классный. Все просматривается. Затем ждем. Мишку. Что-то хрустит, по-моему, кто-то идет. Все. Вон там. Затем ждем. Поехали. Как больше. Ага. Вон там... Вон там теперь, давайте еще раз. Вон там. Продолжение следует... Продолжение следует... Егор Иванович снимает нас. Мы снимаем его. Кинооператору больше, чем охотников. Заряжем? Да, заряжаем. Вот в таких лесах Валера охотился. Идем забирать медведя, как Вова говорит. Два дня Валера сидел в этих дебрях. Большого медведя ждал. Вот что-то он не пришел. Сейчас сменим позицию. Другие дебри. И это самое... Сейчас что-то где-то было, говорит. Вот на этом дереве он сидел. Вот он сейчас показывает. Первый день я зашел, не на сзади. Зашел, вот тут остановился, я вообще не слышал. Вернулся, смотрю, что это для меня. Если бы кто-то посмотрели, он пыркнул, вот так помнишь, по-другому зашли. Хотя приватый здесь, он пошел туда. А что-то мы на сзади делаем, что-то пузырит. Что-то где-то минут через два-тристики. Смотрю, еще на голова нам рисовать. Прямо отборщики. Видите, вот, и смотрят на меня. Сейчас замер, он меня увидел и ушел. Ходил, ходил, говорит, голова получит, пришел назад. Опять выснулся на меня, смотрит, смотрит, лапа, как, ну, встал и убежал только. Убежал, долго он не был. В 20-х, наверное. Он опять пришел на меня, смотрит, смотрит, начал крутиться, крутиться. Он обещал меня, что-то здесь. Прошел мимо бочки, пошел вниз, и я выбрал момент и стрельнулся под воду. Это вот тут за лопатку. Сейчас по-необосмотрим. Слушай, на Ка-1 появился сколько, говоришь, 15, да, просидел? Я на камеру снял. Там точное время есть. Минут 20-15 я просил, да. И уже первый такой вот фильм. Пушистенький такой, небольшой, маленький такой. Пушистый-пушистый. Ну, побольше белого, потому что второй больше черного. Ну, не думаем, что он боялся большого, да? Я думаю, да. Не так, у меня же с тобой боялся. Потому что, где боялся, у меня он побежал, я думаю. Всем привет. Сегодня опять охотились на медведя. Сидел вот на этой вышке. Бочка или привада находится здесь. Примерно метров 15 от вышки. Ждал медведя. Где-то полпятого. Медведь пришел сзади, с правой стороны. Пошел, пронюхал все места, где стоял квадроцикл. Ходил зад-вперед, зад-вперед. Потом все-таки решился. Подошел к бочке, и я выстрелил. Пойдем-ка мы его поищем. Он ломанулся туда ровно, прямо в кусты. Идем и ищем. Это такие дебри страшные. Я еще в своей жизни не верю. Пройти невозможно. Ничего не видно. Посмотрим. Ружье с собой. На случай, если подранок кинется на нас. О, по-моему, я вижу его. По-моему, я вижу. Ну-ка, сейчас мы приблизим. Это он у него? Тихо. Ружье надо взять. Ну-ка. По-моему, лежит. Отдыхает. Сейчас мы подойдем. Посмотрим. На дебри. И дебри. Как снова пройдет. Что-то странно, что нету крови нигде. Не там, где я стрелял. Не здесь. Вот что странно. Мишка, вроде готовы. Мишка, вроде готовы. Сейчас здесь все нормально. Вот он, наш Мишка. Лежит. Очень здоровый был. Очень. Спасибо дяде Вове. Посадил на хорошее место. Примерно сказал время. Плюс-минус пять минут. Все точно, как он сказал. Правда, направление не совсем угадал. Сказал, что придет спереди, а он пошел сзади. А может, почуял, что неладное. Так, ну все. Всем пока. Пойдем мы, наверное, звонить дяде Вове по рации. Вот я ушел на тропу. Жду дяди Вову. Я вам сразу могу сказать, что жизнь дяди Вовы здесь не как на курорте. Работать надо по-страшному. Сейчас покажу вам разницу. Вот этот вот трейл, который он почистил. Вырубил все деревья. Они валяются сбок дорог. Вот они все обрубленные. Сейчас я вам покажу, как он выглядел до этого. Вот они все срубленные ветки. Все валяются в кустах. Сейчас я вам покажу, как он выглядит до того, как дядя Вов его почистит. Вон, можете посмотреть. То не только на квадрике, то пешком не пройдешь. Вот так он пробивает, пробивает, пробивает. Работа страшная. Это он прочистил на где-то километр. Еще осталось километров 16, он сказал. Так что жизнь у меня здесь не подарок. Он работает, как конь здесь. Каждое утро до вечера. Даже поговорить некогда. Ну, народно, посмотрите вперед. Пробеду не видать, ничего не видать. Все за это завалено деревьями. Сколько видно, все завалено. Говорят, что заняло несколько недель, чтобы почистить все это. Хотя бы этот километр. Ну, скоро будет продвигаться дальше. Одному вообще тяжело. Надо и пилить, и растаскивать, и убирать. Если бы 2-3 человека, намного легче было бы. Один пилит, другой растаскивает. Третий еще что-нибудь. Так, ну, хорошо. Пойдем назад, и будем ждать дядя Вова. Пока он приедет. Короче, пока мы тут спали, в этом домике ночью. Медведи вчера с ним обмывали. Пошел другой медведь побольше. И напомнил нам, кто здесь хозяин. Раскидал тут все, навредил и убежал. Вот так вот. Вот и мог его, смотрите, здоровье. Мы обмываем, а он... Вот сколько его? Видно, и сильно большая стоит. Вот. Вот так вот Вальдемару порядок. А сейчас Вальдемар встанет, наверное, тоже материться будет. Мы где-то по лесам бегаем ищем. А они у нас во дворе ходят. Вот такие вот дела. Сейчас на утро. Мы решили пойти прогуляться немного в эти дебри. Посмотреть, что здесь есть вокруг. Посмотрим. Вот. Палочки, пожалуйста, возьмите. Все. Я иду в сапогах. Мне удобнее. Валерий, надо новой тропинки искать. Ну, как сказали, таких утопающих болот нету, чтобы затягивало. Так что приходится через дебри пролазить. Перешли через болото. Теперь вот такие сосны будут. Сейчас пойдем некоторое время посушим. Это бибры сделали, вот плотину, озеро сделали. Озеро сделали. Вот, сейчас я сниму. Посади тайги. Научились по бревнам лазить. Вот такое вот озеро сделали бублей. Хороший он. На метр поднялись? Само он на метр? Больше, чем на метр? Упад самому. Вот где-то через полчаса вышли мы к озеру. Прямо посреди тайги находится озеро. Фатор вышел чуть вперед. Сейчас мы посмотрим, что тут за озеро. Такое тут озеро. Надо было взять удочки порыбачить. Ничего. В следующий раз. Фатор нашел тут две лодки. И он сейчас подплывел. Это его шнилодки, да? Ага. О, там даже его номер стоит. Вот еще берег классный. Пляж. Да, пляж. Ионный пляж. Я вот смысл, видите, когда он всем пляж порядок нальет. Писочек вон, что-то. Фон, фон пал что-то. Такое вот озеро. Большое. Говорят, очень много судака здесь. Вот бобры, как это, отрежут вот эти. Столы и вот эти. Фатор еще одну палку нашел мне. Говорят, бобры для меня и приготовили. Сейчас посмотрим. Что за палка-то? О, хорошо. Сейчас посмотрим. Там песочек какой-то, на дне. Песочек мелкий, песочек на пляже где-то. Вот пляж.